История газеты, интересные факты, публикации. На встрече в Центральной районной библиотеке журналисты газеты «Согласие». Кстати, «Тамбовская жизнь» и «Маршанская газета» – «Ровесники». Надо сказать, что в 2017 году родилась не только газета «Областная Тамбовская жизнь». Значит, был создан ряд районных газет. Те уезды, которые существовали на период, ну, в 2017 году, там везде были созданы газеты, которые учредила новая власть. И наша газета тоже была создана в 2017 году. Местные журналисты отношения к областному изданию имеют прямое. И не только по дате рождения. Сотрудничество на протяжении несколько десятков лет. Когда я был корреспондентом в нашей газете, достаточно активно писал для областного радио, для газеты «Тамбовская жизнь». Вот, ряд публикаций там была опубликована. Вот, это и серия материалов была вместе с сотрудниками «Тамбовской жизни» о строительстве у нас сетей газопроводов, вот, которые через Алгазский район прошли. Вот, и рейды по жертвоводству тоже приходилось участвовать. Публикации Надежды Чуженьковой в «Тамбовской жизни» печатались тоже. И небольшие заметки, и объемные статьи краеведческого характера. Пожалуй, самая такая известная моя публикация в «Тамбовской», наверное, еще «Правде», а может быть уже «Жизни», не помню. Это статья «Двойной я маршанских кормщиков», которая рассказывает о секте скопцов маршанским. Елена Лакина свое отношение к газете выразила через стихи. Хоть и посвящены строки родному согласию, история «Тамбовской жизни» в них отражена, как в зеркале. Мы, журналисты, рыцари газеты, живем с одной жизнью с ней. В той молодой республике Советов добро на выпуск дали ей. Борьба, маршанская коммуна, красный звон, и смычка, большевик, маяк. Название газеты тех времен, когда везде таился скрытый враг. В заключении встречи благодарственные письма журналистам газеты «Согласие» и нашего телеканала за многолетнее сотрудничество, слова признательности за высокий уровень профессионализма, оперативность, объективность в освещении событий города и района.